Это чтобы все знали, где офис, где редакция журнала «Невский альманат», улица Рылеева, дом 17-19. Дверь. Родные просторы, журнал «Писатели России» «Невский альманат». Так, мы входим к главному редактору. Интересно, он здесь? Владимир Степанович, вы на месте? Пока да. Почему ты пока? А потому что завтра рано утром мы ездим в командировку. Куда это вы собрались? В город Сальце. Там будет литературно-музыкальный фестиваль. Ничего себе! И с кем вы едете? С Марианной Соломко. Я и не заметила! Моя любимая девушка! Где-то мы с вами встречались. И не рад. Так что город на реке Шелонии. Да? Ещё раз? На реке Шелонии была Шелонская битва. С ума сойти! И образовалась Единая Россия. А так было Московское княжество, Новгородское княжество. И кто это организует? И организует... Это администрация столетского района. «Невский альманат», небезызвестный вам журнал. Конечно. Любимый. Вот. Спасибо. И ещё писательская организация Великого Новгорода. Понятно. И меня грешному говорили уже десятый год погряд быть президентом фестиваля. Ничего. Раз за один год я всё равно пропустил. Из новгородских поэтов мне нравился Игорь Тайновский. И вот так это мой друг. Подождите, а вы не представили... Я очень извиняюсь, вы не представились, кто у вас в гостях. Я бы ничего нового. Вы немножко повернитесь к мне к свету, чтобы как бы вот так вот... Потом про Сумов Борисовича скажем. У него такая мнение, что многие телезрители не поймут. Ещё раз повторите, пожалуйста. Я выступал как-то и попросили повторить. Представьтесь, ещё раз. Ещё раз скажите. Юрий Яковлевич Ивановый. Ивановый. Вот так. То есть типа новый Ивановый. Да, новый Ивановый. Новый Ивановый. Но зато он очень красивый. Правильно? Новый. Самуэл Борисович, я к вам поближе подойду. Вы дорогой, любимый друг. Владимир Испанович, вы нахрен побрезали в мою память, потому что первое из творений опубликовано мной было. Вот так. Скворцы. Скворцы. Скворцы прилетели. Скворцы прилетели. Я обликнулась. Я обликнулась. Я обликнулась. Я обликнулась. Да, в журнале «Сибирские огни». Замечательно. С Игорем-то её ночью... Марианна, а ты какими судьбами? Я тоже случайно верю. Да, а ты едешь, едешь вместе, да? Едем вместе. Да, да. У нас это. Ясно. Удивительно. 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 Три минимума. Три минимума. Ну, по-моему, четыре. Владимир Степанович, а вы спросите, я до чего тут вот? Я с вами не еду. А вы это зачем нам пришли? Да. Так вот, у меня друг есть в Риге, который проживает. Сергей. Скажите, фамилия. Так вы с ним погружились? Конечно. Сергей Воробьёв. Птичья фамилия. И я узнала, увидела фотографии, да? Да. Оказывается, у вас было открытие выставки. Открытие выставки. Я вам покажу эту выставку. Вот, и я за этим приехала, чтобы... У него художественных произведений. Он же фотохудожник. Фотохудожник. Кроме того, что был в Антарктиде... Так подождите, я думала, он поэт, литератор, писатель. Нет? А он и редактор журнала, который выходит в Риге на русском языке. А как журнал называется? А не помню. Он выходит раз в год. Я только прочитаю и целый год забываю, как он называется. Понятно. Там опять прочитаю. А, так давайте мы пройдём выставочный зал. Мы пройдём выставочный зал, и там написано, как журнал называется. И посмотрим. Я не знаю, как журнал называется. Ян Борисович Робков, который был не офицером, а подводником, искал там немецкие военные базы и все разогнал. Вот это да. Чтобы больше там они и не значились. Вот это да. Не будем тогда вам мешать, потому что у вас дела. А мы проходим. Не придёмте облагораживать. Вы же не мешайте облагораживать. К началу выставки. Смол Борисович, вы расскажите. Вот презентация, когда у нас была, вот эти два товарища, НКОП и Сергей Воробьёв, когда раз и вели презентации вместе. Значит, НКОП-кандидат биологических наук, они участвовали в трёх-четырёх экспедициях. Представляете? Это в Антарктиду. В Антарктиду, да-да-да. Вот начинают в 76-м году, вот тут, в Новолазаревской, на станции. Куча научных трудов, вот здесь всё написано. Да, это приурочено к двусотлетию открытия Антарктиды. 28 января 1820 года. Да. А Сергей Воробьёв как участник, да? Участник, да. Участник. Участник его друг, они знакомы. Понятно, понятно. Причём они, вот сейчас, тут порядка 17 фотографий, а осенью они приедут, у них будет порядка 44 фотографии, то есть они увеличат выставку, и уже военно-морской музея, или какой-то интересовался уже этой выставкой. Конечно. Более такой. Мне уже звонили сегодня с утра оттуда, хотят посмотреть. Ну-ка ещё раз повторите, откуда звонили? Из военно-морского музея. Они хотят выставку осенью. Понятно. Более широкую и хотели познакомиться, чтобы хоть представление иметь. Ну да-да-да, здорово-здорово. А он здесь есть на фотографии, нет? Да-да-да-да. Интересно. Здесь он где-то говорил с бородой, но как всегда. Ну ладно, не будем разыскать. Да-да-да. Так. Ну и тут все эти виды, вот написано, ледники, озёра, суда, на которых они были, вот эта арктическая безмога и огромность, это и тишина, и всё. Да-да-да. Настолько это впечатляет. Это другой мир совсем, понимаешь? Да-да-да. У меня был кодексский стихок об Антарките. А вы можете что-то, какое-то сетворение рассказать? Вот так на память, нет? Ну, вот это трудно уже. Ну, вспоминайте. Мы пока посмотрим выставку. Угу. Вот посмотри, как интересно, как подтаивает озеро, это в Антарките, и вот как камер остался, видишь, внизу в тени этот лёд, и он как гриб получился. Ты видишь? Да. Так. Это ледник стекает с тех озера. А вот это вообще интересно. Это в центре, в центре айсберга, это самое, вода, когда тает, она тоннель, раз пропотал тоннель снизу, больше температуры, он подтаивает, и потоки воды вымывают, и получается как метро. Вот такие огромные размеры. И вот тут, посмотрел, лучи солнца внутри идут, это вокруг лёд всё, это огромная масса льда. Чисто, огромная романтика. Да, да, да. Вот представьте, вот в таком леднике снизу подтаивает, вот где внизу, потому что солнце, вертикальные лучи, и вот потоки воды постепенно вымывают там эти, и потом обрушиваются. Почему грустно, обрушиваются всё. Да, 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 да. У станции молодёжной. Да, у станции молодёжной айсберга. Да. Вот. Это ещё одно, там же айсберга, видишь, озеро Нелла в айсе Ларсемана, в январе 98-го года. То есть летом там подтаивает, а потом всё замерзает снова. Вот тоже ледник. Материковый ледник, оазис Шермахера, 76-й год. Видите, вот всё, поверхность. Да. Это вот этими сильнейшими ветра, а вот всё обрывается. Видите, он постепенно здесь, вертикально это, ломается постепенно, сползает. То есть лёд обладает свойством текучести. Поэтому, когда огромные массы под давлением, и он течёт, медленно-медленно сползает. Да, платформа. Да, платформа. И вот это лето, полярное лето. Видите? Они одеты-то, видите? Не так, что всё. То есть там где-то близко к нулю, там плюс-минус, там небольшие. А поскольку зимой там 50, там 80 градусов, то для лета, когда там 10, 15, для них уже и солнце светит, ясное небо. Для них уже это лето. И они уже, видите, одеты как. Да, энтузиасты. Да? Энтузиасты. И по-никим одеты. А вот? И в коллапсе. Молодые самцы. Да. Южных, морских... Стойбище морских слонов. О-о-о. У станции ДС. Видите? Лежат огромные. То-о-о. Балдей. Дремлет. До солнца. Это лето для них вообще. Глаза закрыты. Вот и они всё. Да, чувствовали. Вообще с тагностями. Да, да, да. И главное, они абсолютно спокойны. Им ничего там не грозит. Врагов нету. Да. Их там нельзя убивать. В красной книге. И для них это всё... Видите, насколько они это самое... Не реагируют. Потому что они самые большие, самые тяжёлые. Они греются на солнышке. Да, врагов нет. Никто не греется. Да, ну, слава, воздушный. Видно ли, Ник Долкова Ларсемана? Впереди припай. То есть уже начинается море. Видишь, припай вот ледяной, где сползает в воду. Вертикальная там вот уже обламывается потихоньку по мере сползания. И огромность тишина, огромность... И всё это. Другой мир совсем. Другой мир, да. Вот южно-морские контики на острове Южная Георгия. Это острова, которые близко к Антаркиде. Там уже, видишь, растительность какая-то есть. Ещё что-то более такой, немножко южнее, капелька уже. Намного не пугаются. Крайне пуганных зверей, видите? Да, конечно. Да, тоже спокойно живут, да? Морозное утро на айсе Бангра. Морские котики. Чувствуете, какие огромные просторы? Огромные просторы, тишина. В общем, это как на другой планете. Да, вы правильно сказали, другой мир. Вот южно-морские слоны на острове Южная Георгия. Спасибо. Да, здорово, да? Да, да, да. Что ребята всё ещё впереди. Да, мы рассмотрели, это южно-морские слоны, а там были морские, южно-морские котики. Котики, да? Котики. Котики – это более мелкие, более мелкие животные. Да, вот я заметил общую слину, кто один вид. Видите, вроде недалеко, насколько там сплошной лёд, и всё, ничего нет, немножко южнее уже, вот растительность уже появляется. И уже льда нет. У нас в Санкт-Петербурге я знакома с художником известным Олегом Геннадьевичем Кукушкиным. Вы его не знаете, нет? Никогда не сталкивались? Он тоже был и в Арктике, и в Антарктике, в экспедициях, и вот книгу написал. И у меня есть она. Так она тоже в Антарктике, она тоже была в экспедиции в Антарктике. Объём в Агрессии, и вот результаты её. Да, это вот такие люди, которые тянут, да, их тянут. Их тянут. Поразительно было, насколько он легкий на подъём. Да, и такие первооткрыватели, как бы, всё интересно, и ничего не страшно. То есть вперёд, путешественник. Всё, что новое в жизни, вот и характер. Недаром раньше специально путешественник. Причём это не просто, а они ехали, описывали всё это, воспоминания оставляли, научники там и прочее. То есть это полезная вещь. Ну, последняя посредственная разновидность, вот эта знаменитая путешественник, это вокруг света. Да, да, да. Но популярный тоже. Да, вот так вот интересно. Значит, осенью будет большая выставка. Да, осенью в три раза больше будет. Посмотрим. Ну, конечно, у них, наверное, материала много. Да, но они не успели это сказать. Они хотели вот именно двухсотлетних, скорее, скорее, скорее. Потому что они уезжать должны куда-то. Один в Ригу к себе, а второй ещё. Ну, понятно. И сейчас уехали, говорят, вот будет только осенью. Понятно. Ну и хорошо. Будем ждать, да? Конечно. Только ещё раз повторим. Музей интересуется. Какой музей? Военно-морского флота. Да, военно-морского флота. Ну, вот, значит, там будет большая выставка. Слушай, а может, я вру, может, музей Арктики-Антарктики. Может быть, музей Арктики-Антарктики. Я не буду, не буду. Может быть, музей Арктики-Антарктики. Ну, это мы видео снимаем для себя, так скажем, да? И тогда нам Сергей Воробьёв напишет. Если говорить, они звонили, да-да-да. Да, здорово. Если на вас произвело впечатление, они просили отзыв. Да, конечно. Это не специальная стендерка. Да, но я уже написал, так, да. А вот здесь прочитайте. 6 июня. Очень душевная атмосфера, разнообразие. Это кто-то другой уже писал. Да-да-да-да-да. Там много написано. Много написано. Слава, ты можешь написать тоже. Ну, конечно, да. А, здесь много, да. Да нет. Так уже, в основном, тут были мероприятия. Мы просили, чтобы люди, на которых произвело впечатление, чтобы... Конечно. ...остребили. Он с вечером, когда потом было мероприятие хорошее, интересное, музыка, сатирическое. Ну, да, музыка, сатирическое, да. Да, уклоном. И там ее выступали, и я в том числе. Вот, и после этого я ее здесь записал. Ну, что вы написали? Это же интересно. А, так вот... А я отправлю автору. Автору фотографии отправлю. Ну, я говорю, что видео для себя, поэтому вы... Это же 6 июня здесь есть? Есть. Вот. Вот 6 июня было где-то вот, нет? А, вот, вот, вот это вот я и есть. Это вы и есть. Ну, так интересно же. Ну, так прочитайте, что вы написали. 6 июня 2017 года. Пушкинский день. И волнующая встреча в редакции Невского альмонаха, литераторов Санкт-Петербурга. Мне, как учитель литературы, особенно дорогие такие встречи. После них душой молодеешь. Звучат веселые, звучат, звучали веселые, улыбчивые стихи. И в этом тоже наш Пушкин. Начало всех начал. Как образно сказал Алексей Максимович Горький. Юрий Иванович. Ну, вот. А вы... Хорошо, нет. Это... Нет, это мероприятие было. Это еще одно мероприятие. Да, да, да. Нет, а мы сейчас говорим... Да, в рамках... Это их, это книга их. Да, да, да. В рамках этой выставки, Вы же видели эту выставку, видите? А не она, при чем этот вечер? Мы вообще не под тем, не решали. Нет, а... Последнее было закрытие школы литературного мастерства. Тоже приходили люди. Приходят, смотрят. Да, так что все хорошо. Все хорошо. Ну вот. Это мы вам сделали видео. Привет, Сергей. Да. Да, и привет из Санкт-Петербурга. И как я вас просила, привет, личный привет от меня, Риги. Городу Риги. Смыл, Борис. Могу? Да. С радостью и почтением познакомился с участниками Антарктической экспедиции «Зимово». С большим интересом прошло своих рассказы об этих событиях. Восхищен фотолетописью жизни Антарктики, ее качеством, мастерством и разноплановостью. После всего увиденного и услышанного проникаешься любовью к наиболее суровым местам на Земле и желанием увидеть ее своими глазами, приложить свой труд в изучение этих мест. Здорово, да. Спасибо вам. После просмотра в листовке, да? Вы написали. Да. Антарктида – одно из чудес нашей планеты. И в этом я еще раз убедился, когда с душевной радостью смотрел фотовыставку об этом изумительном крае, пока еще, к счастью, не испорченном нашей цивилизацией. Вот так вот. Юрий Ивановый. От кого у вас такая фамилия, Ивановый? А? Ну... Это она имеет свою историю? Да, да. В корне я сибиряк, но так что мама из России приехала в Сибирь. Вот. Там история дочь революционеров. А она, чтобы быть ближе к нему, в Сибирь переехала. И там вышла замороза сибиряка. Он – Ивановый. Она окончание на «ы», вот. А он – Ивановый. И я сказал... Комбинированная фамилия, чтобы взять от того, как родов. Да, да, да. Так вам в Сибири, вам знакомый снег и... Да, конечно, конечно. Так что вы в теме, вы в теме. Близко мне это леса и травный край. Хорошо. А мне-то вообще... Да. А вам-то вообще... А вам-то вообще... Вот расширьте фразу свою. И ты, вот, и Владик, да. Артика, Артика, ты же понимаешь. Я же фотография показала при первой встрече. Я даже думал, что младший брат. Такой интересный самолёт. Младший брат в фотографии там в вашем кабинете. Ну, понял. Ну, где вы служили, Самуил Борисович? А, на север. Всю жизнь на север. Подводная лодка. Да, да. Тоже и подо льдами ходили, и к полюсу, и в Атлантике, везде через север. А сколько лет вы служили? Ну, порядка 20 лет. А-а-а! Ничего себе, серьёзно. Вся эта оглушающая тишина, вот эта марсианская, я не знаю, лунная тишина, вот этот шорох, льда, шуби, когда волна идёт, всё равно же, и эта тишина, и... когда ещё не полностью замёрзла, а ещё вот эти лепёшки ледяные, они смызаются, и вот всё это, и тишина огромная, и никого, ничего, абсолютно безлюдия. Мои 50 лет работа в школе неравны её, двадцатилетия, а если бы 50 лет в школе, в средней школе, учитель литературы, русской языка и литературы. Бизнеса своего хватает. Работа с детьми тоже непростая. Из зала, да, да, но она и поводит человека. Конечно. Ближе к молодёжи. Да, исполнился 80 лет, а мне не дают ещё 80 лет. Конечно, нет. Ну, конечно, всё не дают. Ну, специфика, конечно. Ну, правильно. Сыновый Борисович, а нам по секрету скажите, сколько вам лет? Нет. Не говорите. Не помню. А, не помню. Ну, отлично. С днём, вот так же. Или с 8-й год, а сколько лет? Это считательно. Это считательно. Это считательно. Отлично, отлично. Ну, вы вспомнили сектворение какое-нибудь? Ну, я вспомнил сектворение народной песни называется. Ну, давайте, что хотите. А, хорошо. Мой приёмник хрипит, I love you, но другое душе интересней, снова радиоволны ловлю, чтобы послушать народные песни. Величаво в театрах звучат, расплескались на сельских подмостках в исполнение крестьянских девчат. Их часами мог слушать Чайковский, их мелодия вечно свежа и чиста, как апрельские капли. Пушкин слушал их, не дыша, и грустил и поню горький на капри. То они зазвенят на кругу, то баюкаль тихо, молоденца. Я не в памяти их берегу, как любовь свою первую в сердце. Потрясающе, да? Народная песня называется. А у меня есть такой девиз. Я так твои стихи не запоминаю, не в памяти. Пишать надо все. Но девиз, он коротенький, я запомнил, и везде его, когда приходят, когда вынуждают на память. Коль вам не имется, вы дерзайте. Пока живется, надо жить. Себя любить не забывайте, и всех вокруг себя любить. Хорошо. Хорошо, да? Так бурные аплодисменты. Да, апрельские, что вы вообще измучились. У меня. Родные просторы, журнал писателей России, Невский альманах. Продолжение следует...